МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людмила Владимировна Титова после окончания высшего театрального училища имени Щепкина «Курс Юрия Соломина» была зачислена в труппу малого театра, на сцене которого служит по сей день. Народная артистка России, лауреат конкурса «Золотая лира» в номинации «Самая московская актриса», лауреат международного фестиваля конкурса «Москва. Город мира». С 2020 года художественный руководитель 6-й якутской студии училища имени Щепкина. Я, честно говоря, удивился, когда услышал о том, что руководитель якутской студии Шепкинского, моего родного Шепкинского училища, художественный руководитель, бросив все дела, едет в Якутию. Ну, когда приезжает художественный руководитель, будущий приезжает и набирает детей, понятно. А потом, когда заканчиваются курсы, приезжает и сдает товар свой. А тут, значит, вы приезжаете, так? Вот какая у вас цель, миссия? Вчера у нас был такой насыщенный день, спектакль, который просто откровением для меня было. Вот просто откровение. А вы видели желанный берег? Да. Потом мы были там на обряде, и что тоже для меня было необыкновенно, и какое-то... Алгыс называется. Алгыс называется. Оно такое настоящее. Вот когда я вот первый раз, и сначала столкнувшись со своими детьми, маленькими якутятами, я вдруг в них увидела, что они почитают землю, традиции, и в этом не было игры. Не было как бы мы... Да, такой вот... Продентации нету. Да. Вот они такие. Подлинные. Да, они с таким пиететом, с таким восторгом об этом говорят. Как они поют, заслушиваешься, и как мало этого, я просто хотела сказать, как мало мы об этом знаем. Вот я вот... Я-то лукавлю, я же очень понимаю, почему вы приехали, и вы сделали очень такой, очень правильный шаг. Потому что я же понимаю, что вам надо понять, ну, вот, менталитет, так, модное слово, понять, что... И то, что вы замечаете, это... Кстати, вот то, что вы заметили, подлинность отношений к природе и так далее, оно... Вот я увозил один из спектаклей театра Ланхо в Париж, на сцене театра ЮНЕСКО, тогда, на сцене ЮНЕСКО. И там, значит, как раз подошли эксперты со всех стран мира. Это 1500 человек. И они, увидев этот спектакль, где обряды, ритуалы и так далее, они подошли и трогают нашу, ну, за одежду наших молодых артистов, там, девушки, актеры, там, ребята молодые. И говорят, на них смотрят и говорят, вы настоящие, говорят. Нет. У них нет вот этого отношения к обряду, к ритуалу, к природе, это подлинное, они искренне, по-настоящему. И вот вы очень важны заметили. Да, потому что можно же в это сыграть, да, там можно нарядиться, это называется ряженый, когда... А это когда настоящие. Причем люди, которые там не живут, не то, что они там в этом существуют, они это просто впитав один раз и оставив это в себе. Вот это удивительно. Вот вы народная артистка России. Народная артистка. Вот это слово народная, у нас это чуть-чуть подзабылось, значение слова народная, да? Народная артистка России. Я вот знаю, что в Малом театре все выдающиеся актеры сегодняшние и потом кто... И Борис Клюев наш, незабвенный, царство небесное, художественный руководитель нашей студии, мой учитель так. Очень, как-то очень тепло и вот подлинно отзывается о вашем искусстве, как актриса Малого театра. Играли очень... Классику вы играете, я знаю, классику так, да? И вот, значит, у меня возникает вопрос, что такое русский театр? Малый театр – это русский театр. Но что такое сегодня русский театр? Это русский психологический театр. Вот это всё, что осталось не... Именно психологически. Он русский как бы и остался. Все играют Островского. Но если человек не читал пьесу, он никогда не догадается, что это Островский. Там нет ни времени, ни места. То есть никаких законов сценических там как бы не соблюдается. Там это... могут петь современные песни. Поэтому нет базы. Единственное, мне кажется, что осталось – это Малый театр, который, чтобы пойти к Богомолову, он хотя бы должен посмотреть спектакль Малого теата, чтобы узнать как бы про что. Вообще сюжет, это что такое там. Да-да-да. А потом уже пойти посмотреть варианты на тему пьесы «На всякого мудреца довольно простоты» или на тему пьесы ещё какого-то властимы. Что это такое? Уже понять про что – это нереально. Но это надо всё-таки иметь, иначе человек выйдет 15-летний и думает, что об этом написали. И критика тоже. Её уже как бы единственным был у нас защитник Вера Анатольевна Максимова, которая просто стояла насмерть за русский психологический театр. Но вот она ушла, и всё меньше и меньше даже остаётся людей, которые бы говорили, что это хорошо. Я помню, как Герман младший сказал, почему если хорошее традиционное, то это плохо. Это, да, это хуже, чем плохой авангард. Понимаешь? Уже как бы сразу сдаётся тонко. Ну, это очень круто, это же очень современно, но это плохо. Ну, ничего страшного, это же новое. Есть такое модное слово, критики, когда видят какие-то спектакли, в которых режиссёры Богомолов, Серебренников и другие режиссёры, они трактуют по-своему, и называется высказывание, высказывается. Он по поводу Островского, Чехова, Горького. Культовый режиссёр, культовые такие. Культ, культовый. Культовый, да. Но Малый театр – это культовый театр. Ну, тоже в каком-то смысле культовый, да. Культовый в смысле... Культ, там культ традиции. Может быть, они... Ну, что такое культ традиции? Это хорошая актёрская игра. Я тоже, по-моему, даже самая наша Марина Давыдова, критика, которая всегда такой за авангард, за новаторство, за новый театр. И которая тоже написала когда-то там... Статья была не очень хорошая, но у нас спектакль был Мария Стюарт. Но когда там она увидела какую-то сцену в Марии Стюарт и написала «Хорошая актёрская игра – лучшее средство от рутины». Ну, то есть, когда это хорошо, то это... Ну, нельзя сказать... Тогда нельзя сказать, что это плохо. Тогда просто, ну, как бы у нас единственная защита – это хорошо играть. Играйте так, чтобы это было убедительно. Профессия – искусство актёра. Да. Искусство так, чтобы... Ну, я помню, мы играли ещё не так давно, но сейчас уже нет. Первый вариант – «Васса Железновой». И там... И когда они в финале все плачут, ну, я понимаю, что цель достигнута. Но человек выходит, и многие даже сначала говорят, ну, слушай, я хочу тебя посмотреть там, да, но что прийти? Я говорю, ну, вот «Васса». Ой, не, ну «Васса», это так тяжело, это... И потом они же говорят, что это происходит какое-то, ну, не знаю, какое-то очищение, когда разговаривают... Они потом об этом разговаривают, кто прав, кто виноват. Они выходят, и не отхохотав на другом спектакле, человек забывает в эту же секунду об этом. Илья вчера вышла и с вашего спектакля. Ну, удивительно, что все люди... Сзади меня сидела молодежь, как она непосредственно реагирует, и плачут. Они плачут. Ну, мне кажется, что если это такая открытая эмоция, чистая эмоция, то, мне кажется, это и есть ради чего мы, как бы, работаем. Вы играете в «Ассу Железнову»? Да. Вот, ну, традиция школа, русская школа, малый театр, это слово, это... И вот для вас «Ассу Железнову» кто? Вот в смысле... Ну, и такое слово, такое, как вы трактуете, типа там, да? Ну вот сегодняшний этот человек, современный человек, или все-таки, ну, играла в «Великая Вера Пашинная»? Да, да, но у нас другой, у нас первый вариант, она другая пьеса, да. Но она в этом смысле еще страшнее, мне кажется. Ну, мне кажется, это очень во все времена. Когда человек, который пытается, я не знаю, сохранить семью, уклад, и ради чего она работала, когда и ради этого, как мы сейчас идем к какой-то цели, там, богатству, бизнесу, когда все на своем, говорит, ну, ничего, я потом отмолю это. А не получается потом. Ты все, все, как бы, греши и кайся, греши и кайся. Ну, может, тогда не надо грешить, и тогда не надо будет так каяться. То есть пока бизнес, потом... Да, да, я, говорит, потом. А потом сразу я в храм, и я там немножко и отмолят. Да, да. Но не бывает этого. И мы как раз делали, что она в финале умирает. Вы почему пошли к педагогам? И именно в якутской студию. Я же помню, в Шепкинском там много студий, национальных студий. В наше время вообще весь Советский Союз был представлен. Киргизы, осетины, казахи, туркмены, якуты, буряты и так далее. А вот что вас подвигнуло на то, что вы пошли работать? Ну, во-первых, это была необходимость, когда Борис Владимирович ушел, да, и мне предложили, и я, конечно, сначала, думаю, я никогда не общалась вообще, тем более с национальными студиями, там, а вот. Ну, не знаю, мне так много говорили хорошего про этих ребят, что мне стало интересно. Думаю, что ж там такого хорошего в них? Да нет, они же делали посвящение в артисты, они были лучше всех. А, блин, как так, как так, как так? А потом пришла, посмотрела, познакомилась с ними. И осталось, они, правда, интересные. Вы на себя взяли такую глубинную миссию, это же шестая студия. Мы, Саха-театр, еще тогда якутский театр, национальный театр, возник под куполом храма. Храм сейчас восстанавливается, кафедральный собор, под куполом храма. Русская театральная школа. Лучшие наши классики, я вам пасафронов, мы, кстати, находимся в Саха-театре тоже, Лампа-сапронов и Сурно-молон. Они всегда, для них это была русская классическая драматургия, это мерилом, то есть это самым главным, фундаментом. И шестая студия, Малый театр. Вы, даже сами не подозревая, продолжаете глубочайшую, великую традицию. Я вчера вам рассказывал о том, что, мол, когда получал золотую маску, пиаришь опять. Я сказал о том, что русский театр, русская театральная культура, вообще русский человек, он для того видит себя, как самоощущает себя широко, что в результате того, что шесть студий, целая плеяда руководителей всей культуры республики, и кино, и цирки, и театр, и министр культуры долго был. Все это шепкинцы. То есть шепкинское училище оказалось таким культурообразующим, искуссообразующим республики Саха-Якутия. И вы взяли очень ответственность на себя миссию. Вот я жду ребят... Чувствую, чувствую, ощущаю на себе груз ответственности. Да, ребят жду, как они, какими приедут они. Но я очень благодарен от имени всех, и хотел бы сказать, деятелей театра, театральной искусств, что за наш курс эстафету принял человек, практически работающий в театре. И потом не при... Как скажем так, будет сказано, талантливый человек, по-настоящему, глубокая актриса такая, да. Поэтому я благодарю вас от имени всех. Вот теперь, значит, вот проходит три года с ребятами. И вы... Начнется распределение. У вас душа не болит, поскольку уже... Представляете, сейчас у нас театра, по-моему, 9 или сколько театров, даже 10, я уже подзабыл чуть-чуть. И они заполнены. Шепкинская шестая студия. Им придется развестись по театрам. Это плохо. Плохо? Вот почему плохо? Это плохо, потому что они, ну, как бы... Все-таки театр или даже спектакль получается только в том, что если собирается команда, компания, он не родится из людей, которые, ну, как бы разные по духу. Очень часто разваливают спектакли, потому что даже там... Это сейчас у нас там в Театре нации собираются люди из разных театров. И то, как ни странно, постепенно у них собирается основа, которая, ну, они могут там привлекать и из других. То есть не нужен репертуарный театр, а нужна такая антрепризная основа. То есть нужен тебе спектакль, да? Ты собираешь, завтра будешь ставить там, ну, не знаю, фигаро. Я возьму отсюда графиню, а из этого театра я возьму это. Это, ну, как правило, это всегда не очень удачно. Очень редко бывает. Поэтому, когда, ну, они сейчас такие притерты, такие, ну, понятно, что все может служить, и может люди работать совершенно в разных вообще городах, да? Но всегда хочется, что если это студия, чтобы она сохранялась. Вот смотри, вы в одном... Тогда родится что-то родится. Вот вы в одном интервью, вот, про репертуарный театр очень, как-то, очень защищая репертуарный театр говорили, да? Ну, европейский театр собрались, сыграли и разбежались. Так? А русский театр, это всегда репертуарный театр. Вот команда, это духовно близкие люди, да? И вот, ну, жизнь-то по-другому идет. Что делать? Вот еще раз говорю, наша студия... Ну, мне кажется, можно же попытаться все-таки сохранять. Есть люди, которые все разваливают, а есть люди, которые пытаются это все сохранить. И если в этом есть какая-то необходимость, и если есть сохранить, пытаться сохранить дух какой-то, и, ну, это на выходе, то есть продукт можно увидеть только на выходе. Если вы увидите и почувствуете, что это можно как-то держать, вот это вот, ну, какое-то... Можно как связующее звено, как базу какую-то для чего-то. Все-таки хотелось бы, чтобы они остались. Потому что, в принципе, вот курс, который я сейчас вижу, это даже... Теперь нет как бы такого понятия амплуа, но все-таки там есть все разные. Там есть люди, которые могут играть возрастные, которые могут играть. И там есть инженю, там есть травести, там есть все. Даже в этих детях вы видите уже... Абсолютно. Абсолютно. Ну, иногда вдруг это происходит, какое-то неожиданное откровение, когда тебе кажется, что... Ну, это понятно, это он такой-такой крупный, такой уже 24 года, он может играть отцов. Вдруг он показывает маленький кусочек, который я думаю, попробуй всех их на Шукшине, на Степку. Он делает это лучше всех. То ли это уже какой-то, может быть, груз прожитых, какого-то даже небольшого, но это все равно... Такая основательность в этом есть, сразу покой. Думаешь, блин, может. В эти дни, когда мы встречались с Шепкинсами, то они все время мои однокурсники... Кстати, наш курс, основное ядро вошло, влилось в Саха-театр. И народный артист у нас там, народный артист, большинство народный артист даже. То есть, в этом плане, вы правы, то есть, мы как бы ядром, таким ядром, духовной такой командой мы вошли. И мы вспоминаем, конечно же, наших великих учителей. Вот и Михаил Николаевич Гладко, и Людмила Сукасова, и Харченко, который играл, Сергей Васильевич. Ну, о Клюеве говорить не приходится, поскольку он пришел молодым человеком совершенно. Он почти на наш одногодок был. И как-то, может быть, во мне он разбудил понимание актерской, сути актерской профессии. Это Борис Клюев. Когда мы оба встретили народный артист России, он на меня посмотрел, сказал, так улыбнулся, он же такой обаятельный большой человек. Он сказал, ну, можешь, можешь. Типа, там, можешь. Но я знаю, что вы учились у Юрия Соломина. Ну да, но у нас был художественный руководитель Николай Санчаненко. И в нем было два курса. Соломин и Афонин. Поэтому, да, Соломин был мой. Это мой учитель. Соломин, да. Да, да. То есть девочка, которая из Новосибирска приехала в Москву. А что странного? Ну, сейчас это понятно. Из Новосибирска, может, из Якутска, может, из Чукотки приехать. Но в те времена это все равно был какой-то шаг такой, да? Ну, не то слово. Опрометчивый шаг. Нет, нет, но он был такой, как бы, вполне осознанный для меня. Да, да. И я, конечно, все подстраховывалась. Я там готовилась в университет. Я там, я хорошо училась. Я была такая, да, умная. Но вот никому не говорила. Это все было абсолютно тайное. Ну, кроме мамы. Сразу поступили? Нет, я три года поступала. Я три года поступала. Три года? Да. То есть, эта цель была уже ясная такая? Ну, в общем, да. Нет, но это было, я думала, и это последний. Все, это третий. Это все. Соломин. А то вас принимал кто? Соломин? Соломин, да. Ну, он был прав. Да. Он министром культуры в свое время был. Я тоже министром культуры. Мы с ним о драматизме этого профессии министерства. Должности такой, да. Разговаривали, я очень хорошо помню, как он сетовал на то, что... А вот для меня Виталий Соломин, это... Вот я смотрел, ну, вся Россия, весь Советский Союз смотрел, он играет в фильме Шерлок Холмса, доктора Ватсона. Вот что такое? Вот что в нем было такое? Нет, в нем был гипноз в чистом виде. У него было такое, как говорили, такое насильственное обаяние. Так, интересно. Вот просто насильственное. Но только когда хотел. Только когда он это хотел. Я с ним выпустила уже несколько спектаклей, играла. Ну, не знаю, у нас все мужчины хотели с ним дружить, а все женщины хотели нравиться. Это было потрясающе. И хотели работать. Кто один раз с ним поработал в спектакле, тот хотел всегда. Обаяние удивительные. Удивительное обаяние и абсолютная подвинутость на работе. Вот Гагарин и Гагарин тоже, да? Да, да, да. И Виталий Сосоловьев. Точно абсолютно на себя. У них есть такое настоятельство, подлинное, которое ни с чем, ни мастерством, ни с чем. Да, да. И он был в этом смысле очень откровен. Он никогда ни под кого не подстраивался. Очень из-за этого страдал, конечно. Но, не знаю, оставался всегда верен. Себе очень переживал, но никогда не показывал. Но вы застали великого русского актера? Сейчас вспоминали, забыл. Иллинского? Нет, Иллинского. Иллинского, да. Но я застала уже, когда он уже был такой совсем уже слепой. И все равно он играл Фирса. Вот это я помню, как он был Фирсом. Он ничего не видел уже практически. Ему светили фонариком из-за кулисы, чтобы он шел на свет. Он же актер Мейерхольда? Да, да. То есть, как это... То есть, Мейерхольд, это как бы... Для меня он разрушитель традиций такой, да? Да. И он в малый театр пришел. Это называется талант. Когда человек может работать в любом жанре. Это абсолютная подвижность. Потому что он был эксцентрик, абсолютнейший. Хотя он играл во «Власти тьмы» Акима, там говорил. И при этом он у Мейерхольда, бог знает что, там... Мне кажется, если актер такой... Просто хороший актер, он может все, на самом деле. Ну, в малом... Я почему вот... Более таких популярных... В малом театре были великие актеры, которые... Артисты и Пашенна, и Гоголева, и Царев и так далее. Это вы знаете, да? Но я почему спрашиваю про людей, которые больше в фильмах... Наш зритель-то не уходит в малый театр. Ну, да, 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 да. И вот теперь Смоктуновский. Иннокенди Смоктуновский. Да. Вы застали Смоктуновского. Ну, я в «Царе Федоре» только уже. Вы играли в этот фильм? Нет, с ним я не играла. Он уже ушел, да, да. Он уже ушел. Он выпустил «Царя Федора», потому что это был легендарный совершенно спектакль. И он тогда сказал Равенских, что... Жалко, хороший был спектакль, но типа я уйду, и спектакля не будет. И Равенских ему сказал. Спектакль будет всегда. И это правда. Он шел после него? Он шел вот до... Несколько лет назад он перестал идти, потому что там Виктор Иванович Коршунов умер, который играл Годунова. Ага. И он с таким же успехом абсолютнейший. В нем был... Он был абсолютно режиссерский спектакль. Абсолютно. Ну, Равенских – это режиссер от бога. Да, он был постановочный, с одной стороны. А с другой стороны, он из них просто... Там нельзя было как бы не соответствовать. Вот я помню, в нем была такая магия, что когда я стоял за кулисами, и когда там говорили, что царевич Дмитрий упал на нож и закололся, и купол колокольни Ивана Великого окрашивался вот таким красным-красным светом, и музыка Свиридова звучала, и у тебя начинались мурашки просто... Вот у меня сейчас мурашки... Да, что он даже не... Как бы еще ничего не... Просто музыка. И он такое делал погружение в начале, еще после третьего звонка, свет, газ, и долго звучала свиридовская музыка, которая сейчас существует уже сама по себе. Но я не помню, не знаю даже, говорят сейчас или нет, но раньше это даже объявляли, что звучит музыка к спектаклю Малого театра «Царь Федора Аныча», музыка Свиридова. Но она... Свиридова, конечно. Она сама по себе просто существует и сразу закладывает в себя такое подготовку к тому, что сейчас будет, и это все работало, все. И поэтому, когда он... Там вот был второй режиссер в этом спектакле, который я потом вводила, там просчитано было просто. Вот так встал, вот так повернулся, вот так потянулся, не смогли поцеловаться, поклон. Все это делалось во всех составах, и это нельзя было... Я вот из этого спектакля, ну, я мальчишка совершенно, и когда играл Смотуновский, тогда Царев был художник, да, да, да. Царь, Царев, Царь, да, Царь. А играет он царя, значит, Смотуновский тогда. И для нас, не только для нас, для всей театральной общественности, был момент такой, как бы, очень, как бы, актуальный момент мизоцена, когда Смотуновский подходил и говорит, я хочу стоять здесь. И показывал, и Царь наклонялся, почти становился, ложился и показывал точку, где он должен стоять или лежать, я уже не помню, где он должен стоять тогда. Да. И вот эти моменты, они для театра, казалось, простейшими за сценой, но они как-то меняли какое-то вот понимание русской истории, царя и так далее, и так далее. Но вы играли же в Толстой, в Толстой играли, это Толстой же царь? Да, да, да. И в Властьмы играли вы. Нет, Властьмы я только в училище играла. В училище, да. А вот, а дюрем, а вот Малый театр для меня, я как говорил, Толстой, там, Чехов, Островский. Волики Островский, Островский сидящий. Да, да, да. А визит старой дамы? Чем вам... Вы недавно же играли, да? Да, да. Мы играем еще, да. Но, не знаю, такая пьеса, которая... На века. А не с прошлого века? Нет, на века это? Абсолютно. Ну, абсолютно, абсолютно. Особенно сейчас, не знаю, еще вот в советское время это не могло так звучать, когда сейчас, когда все оправдано, все оправдается. Мы... Каждый раз человек говорит себе, ну, это я делаю ради того, чтобы... Вот я сейчас предаю, но я же делаю это ради чего-то. Да, ради высокой цели. Да, высокой цели. Там, и эти все жители спасают город, себя, вот. И в результате убивают. Я вот задумался, Юрий Марков, вот я задумывался над этой пьесой, и каждый раз на меня очень сильно влияла вот Сухаревская, да? Да, да, да. Играла в театре Маяковского. Мне очень интересно посмотреть бы вашу работу. Но идет спектакль? Да, идет, идет, идет. Как приеду, скажите малому театру, что... Обязательно. Да, да. Предупредите, чтобы поставили. Нет, нет, там очень... Это поставил израильский режиссер, который приехал, и надо было выпустить это за месяц. Они же долго не работают. Тут месяц. Ну, слава богу, мы за лето там с Василием Ивановичем Почкаревым мы забрали пьесы, все, чтобы подготовиться. Вы впервые начинаете работать как педагог, да? И что вот самое главное в школе малого театра? Ну, я думаю, что тоже, что и в... Не знаю, что исповедует малый театр. Мне кажется, и в школе малого театра, и начну с того, что вы, как я вчера посмотрела ваш спектакль, да, и мне кажется, что я правильно понимаю, чему как бы научить этих детей. Это к... Ну, не знаю, к той степени заразительности, которые я вчера почувствовала у вас и поняла, что... Да, это правильно, про что я им говорю. Про то, что надо научить их не... Таланту нельзя научить. Можно научить профессии. Ремеслу, да? Ремеслу. Надо уметь. Надо много уметь. Я им говорю, когда вы придете в театр, вы должны многое уметь. Иначе 10 лет у вас не будет на 10 лет того, что научиться. Потому что, когда вы научитесь, то придут новые, молодые, вы будете уже не нужны. Нужно уметь. Нужно уметь. И найти себя. Вот мне кажется, что школа там, Щепкинская, любая другая театральная школа, она должна научить или понять себя. За те 4 года нужно почувствовать в себе, что я могу, что я умею и в какую сторону мне двигаться. Надо разбудить в себе, в себе вот все чувства, которые ты... Надо научиться уметь выражать это. Можно много чего чувствовать и не уметь это выразить. Как уже потом в малом театре уже говорили старики, у тебя сколько штампов? 20? А у меня 40. Я артист лучше. Я артист лучше. Это грубо, но они умели это... Что в этом, когда... Что было в старухах малого театра, в великих старухах малого театра, когда от них нельзя было оторваться? Когда Адольф Шапира рассказывал, который в самых современных, модных, во всех странах мира смотрел, он говорит, я однажды еще в советское время зашел в малый театр. На сцене сидели две старухи и разговаривали. Оторваться было невозможно. Что это такое было? Они просто сидели вот так и разговаривали. Это было Рыжова из-за... Правда, хорошо, а счастье лучше. Но вот как этому научить? Этот человек должен себя понять. Вот за 4 года они должны себя понять. Разбудить эмоции, уметь это выражать. Вы знаете, у меня интересно... Я много таких бесед, я называю... У Шукшина же беседы при Ясной Луне. Беседы при Ясной Луне. Ничего мне не обязывающие там. Кстати, передача моя называется Эль-Ите. Как бы элита. Ну да, да. Но на самом деле это якутское слово. Эль – это, значит, народ. Эль – это страна. Эль – это государство. На якутском языке. Да, да, да. На тюркском. А ИИ – это воспиталь. И получилось, у меня интересный какой-то... Интерес к сочетанию двух слов. Оно дало понятие элита. Ну, под элитой сейчас... Ну да. Кого понимает? Особенно телевизионная элита, вы сами знаете, она называется элитой. И я вас притесляю к элите. То есть подлинно, духовной элите. Духовной элите. Русской театральной школы элите. Но я сам сижу, и у меня впервые происходит... Я смотрю на вас как на актрису. Я же больше смотрю как на режиссер. Я думаю, какую роль бы я с ней был. Часто бы она могла. Интересно мне. Даже трудно вести эту передачу мне. А какая роль бы для вас стала бы полным выражением того опыта, той профессии, той аромесла, духовной силы такой вот? Не знаю. Даже не могу так сразу сказать. Не знаю. Много чего хорошего. Много хорошего, да? Да. Много чего хочется. Когда проходит время, и понимаешь, что ты уже опоздал. Я помню, как я хотела играть беспреданницу. Я знала, как это надо сделать. И прошло-прошло мимо. И потом проходит время, когда Виталий хотел ставить Макбет или Макбет. И он ушел. И тогда... И много чего вдруг проходит, проходит. То есть все-таки это драматическая... Как скажем, профессия драматическая, актриса очень драматична. Очень драматична, да. А сейчас наоборот, я вдруг вступила в такое, когда мне хочется играть в какие-то комедии. И... Не знаю, мне нравится, и у меня очень хорошо это получается. И вдруг, я думала, всегда заканчивала чуть-чуть милая такая героиня. Прошла просто комическая, комическая старуха уже. И так мне это нравится, да. Вот, интересно. Вот за Вашей спиной первые выпускники Шепкинского театрального училища высшеучебного заведения, первые. Это, значит, Михаил Николаевич Гоголев и Татьяна Муреева. Ромео и Джульетта. Да, да, да. Мы сейчас тоже делаем отрывочек маленький. То есть, это прошло 70 лет. То есть, представляете, какая у нас глубокая такая с русским театром духовная такая глубокая, историческая такая. Да. Да, культурная, социальная, даже в социальном плане тоже. И человеческая, главная личная связь такая. Связь, чтобы не порвалась связь времен, чтобы серебряная нить всегда держалась. Поэтому для меня ваше посещение республики и отстрел, отсмотр спектаклей, это очень ответственно. И вы очень правильный шаг сделали. Это говорит о вашей профессиональности. Потому что, ну, многие же педагоги учат и, в принципе, не обязательно попытаться узнать, проникнуться духом той страны, той земли, с которой наши ребята. Я очень зауважал вас. Я знал, знал ваше творчество. И в кино вы много работаете. Но самое главное, вот этот шаг очень правильный. Да, это да. Молодцы. Ну да, мы же были только что на гастролях еще. Вот вы приехали откуда? Да, из Коголыма, из Сургута. Ну, в общем, поэтому у меня было такое длительное сейчас путешествие. Ну, все-таки из Сургута, да? Да. Через Новосибирск. Да. Ну, это такой полет был. Потому что через Москву было еще дальше. Коголым, у нас же теперь там театр. Филиал малого театра. А, Коголым? На Голыме, да. Да, я не знаю, такой город есть. Это вот недалеко от Сургута есть такой город нефтяников. Там Лукойл. И вот они там отремонтировали здание, фактически построили его заново. И мы раз в месяц туда летаем и играем. Вот, ну, в завершение нашего разговора, поскольку нам предстоит очень много и работать и настоящим, и будущим, уверен, что и седьмая студия будет, и восьмая, и девятая. Но вот сейчас по всей России происходит такое вот театры, начинают открывать филиалы. Московские, Санкт-Петербургские, например. Да, да, да. Это вот, что же процесс это? Это связано с чем? Вот, например, Коголыме, почему филиал открыли-то? Потому что что малый театр, дома делать нечего или как? Почему вот? Ну, мне кажется, тоже момент такого воспитания, с одной стороны, потому что люди, там никогда не было театра. Надо как-то было чуть-чуть что-то привнести хорошего. Просветительства. Ну, скажем так. В таком, в хорошем смысле. В хорошем смысле, да, просветительства. Вы актриса такого, ну, Центр Москвы, Большой театр, Малый театр там. То есть Малый театр для всей России, для Советского Союза, для всего мира это явление уникальное. Открытие филиалов в разных, это продолжение той, ну, в хорошем смысле, просветительства такого, да. Ту миссию, которую вы приняли на себя, я еще раз повторяю, своим приездом вы доказали, что вы понимаете, глубже, шире не только, как готовить там студентов, профессионалов готовить так. Очень надеемся. Мы сделаем так, чтобы они не разбежались по всем театрам. Не потерялись. Благодарность я хотел вручить вам вот эту книгу, которая называется «Якутский театр Аланхом. Классический театр народа Саха». Это работа нашего философа, кандидата в государство на Учизовская. Получилось так, что, смотрите, получилось так, что театр этому, театр Аланхом, который вырос из недр Саха-театра. А Саха-театр, начиная вот с первых выпускников Шеппинского, рождал из себя... Из малого театра вырос. Из малого театра вырос, Саха-театр появился. Отсюда и опера родилась, и балет, и эстрада, и цирк, и кино, и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok